Друзья, всем привет! С вами компания Акваградус. И сегодня мы варим вариацию пива ирландский красный эль. Друзья, как вы знаете, у нас есть наборы пивные, которые можно приобрести и приготовить свое домашнее пиво. Сегодня мы начинаем серию роликов, где мы будем экспериментировать, где мы будем повторять рецепты с известных пивоваренных форумов, где будем брать максимально нам подходящие рецепты по наличию ингредиентов, а именно на салатах кастем-мальтинг и с использованием хмелей, которые есть у нас в продаже, и также дрожжей. И сегодня один из таких вариантов. Предлагаю сегодня сварить ирландский красный эль. Что я для этого приготовил? За основу я взял 3,5 килограмма шато пэлэль, добавил 1,5 килограмма шато мюнхен, 0,4 килограмма милайн-идиного солода и 0,1 килограмм шато кристалл. Затирание у нас будет классическое трехпаузное, то есть 65-66 градусов в течение часа выдерживаем. Далее поднимаем температуру до 72 градусов, выдерживаем 10 минут. И поднимаем до 78, выдерживаем 5 минут, последняя пауза. А далее у нас будет фильтрация, промывка промывочной водой и варка. Собственно, по воде. Воды я возьму 20 литров для нашей пивоварни, куда мы засыпем весь солод. И приготовим 12 литров промывочной воды. Всего у нас будет воды 32 литра. После того, как мы нашу дробину промоем, варка будет занимать 80 минут. После закипания я вношу 30 грамм хмеля перле. И за 15 минут до конца варки 30 грамм хмеля мандарина. Также внесется ирландский мох для осветления. Я его предварительно залью кипяченой водой, чтобы он у меня к моменту внесения вместе с вторым хмелем уже был регидрирован. После варки будет охлаждение. Очень важно чиллер внести минут за 15 до конца варки, чтобы чиллер тоже покипел, продезинфицировался. Охлаждаем до температуры внесения дрожжей. Это 20-25 градусов. И будем использовать дрожжи верхового брожения для элей. В данном случае я взял Брю 97. По поводу брожения. Брожение обычно будет идти до 10 дней. Затем я перелю на вторичное брожение. Это делается для того, чтобы еще более осветлилось наше пиво, чтобы снять с осадка, перелить другую емкость и еще, чтобы оно осветлилось. А далее разливаем в бутылку. Вносим в каждую бутылку декстрозу. Я добавляю на 1 литр 2 чайных ложки без горки декстрозы. И на карбонизацию. В течение 3-4 дней оно закарбонизируется, но вкусным оно станет где-то недели через 2. А особо вкусным через 2 месяца хранения. После того, как мы сварим пиво и разольем по бутылочке, у нас добавится в копилочку еще один рецепт пива. А варить мы, конечно же, будем при помощи пивоварни от компании Акваградус. Очень удобно. Заливаю воду и грею до 70 градусов и вношу весь наш солод. Температура сама опустится до 65-66 и в течение часа будем ее поддерживать. КОНЕЦ Итак, друзья, приступаем непосредственно к самой варке уже пива. Все температурные паузы прошли, мы промылись. Получается действительно такой красноватый цвет. Будет уже хорошее, замечательное пиво. Очень сладкое и липкое уже чувствуется. Я собрал обязательно пенку, чтобы пиво было чище. Вот еще немножко образовалось. Я сейчас соберу и вносим первый хмель. Второй хмель за 15 минут до конца варки. Напоминаю, варить будем 80 минут. И за 15 минут до конца варки также чиллер и ирландский мох. Все, продолжаем. Друзья, у нас на сайте есть вот такая вот корзина для хмеля. Очень удобно пользоваться, чтобы потом не избавляться, не фильтровать от хмеля. В самой корзине хмель кипит, давая ей горечь и ароматику непосредственно суслу. У меня сейчас просто эта корзина под 30-литровую емкость. Она немножко не подходит под 50-литровую. Буквально чуть-чуть этого, конечно, недостаточно. 30-литровая она была бы полностью в сусле и прекрасно бы отработала. Мы ее сегодня использовать не будем, а будем просто вносить хмель непосредственно напрямую. Все, друзья, я засыпаю первый хмель и пошла отсчет уже непосредственно самой варки. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, сегодня у нас разлив. Вот такое получилось у нас пиво. Я его отправлял на повторное брожение, то есть я слил его с осадка. И вот это у меня уже во второй емкости. Очень удобно при помощи этого крана было слить с остатка, чтобы не затронуть дрожжи. И сейчас оно у меня постояло еще три дня. И я буду разливать по бутылкам. У меня все продезинфицировано. Я дезинфицирую все спиртом. Вся трубочка, все продезинфицировал, бутылки. И теперь пришло время разлить наше пиво. Получился цвет, конечно, классный. Чтобы не пенилось, лучше опускать трубочку в жидкость. Наберем сразу две бутылки дегустационные, наклеим наклейки. И отсюда будем дегустировать. Так, вот еще после повторного доброжения, сколько осталось дрожжей, они осели. И пиво слили полностью аккуратно. Теперь мы будем его карбонизировать декстрозой. Друзья, вот такая красота у нас получилась. 22-23 литра замечательного красного пива. Сейчас мы его закарбонизируем. Я на литр добавляю две неполные чайные ложки. Так вот будет достаточно. И так в каждую. И желательно их сразу закручивать, потому что вот такая реакция, начинается уже пеновыделение. Друзья, готово. Осталось две наших дегустационные бутылочки. Сюда я по одной ложке. Итак, друзья, карбонизация. Карбонизация пройдет буквально за 3-4 дня, особенно если теплое помещение. Здесь еще все-таки остались дрожжи. Они сработают, сбродят те сахара, которые мы им дали. Бутылка станет упругой, выпадет в осадок. И мы с вами встретимся на дегустации. Особо вкусное пиво становится недели через две после того, как оно было развито. Оно дозревает, оно становится вкус более плотный, более насыщенный. Поэтому, друзья, ждем и встречаемся на дегустации. Дегустировать будем именно эти бутылочки. Итак, друзья, вот и подошел торжественный момент дегустации нашего ирландского красного эля. Пока мы его варили, действительно, оно было цвет необычный, цвет красный. На повторное дображивание наливали. Запах был просто сумасшедший. Вы видели кадром, как это все было. То есть, брожение было примерно 10 дней. Затем дня на 3 на повторное дображивание, чтобы снять с осадочка. И затем розлив. Каждый литр я добавлял по 2 чайные ложки декстрозы. И пиво простояло неделю. Если оно постоит еще неделю-другую, будет только лучше. Но мы продегустируем спустя неделю карбонизации. Итак, друзья, замечательный цвет с краснинкой. Оно еще не докарбонизировалось. Я вижу, что пенка не особенно сильная. Ему еще надо пару недель постоять. Потому что само пиво максимально осветлилось благодаря ореландскому моху. Оно осветлилось мало дрожжевой составляющей. Практически нет осадка. И поэтому такому пиву надо созреть. Недели две в теплом помещении. А затем переупотреблением охладить. Ну вот такое получилось. Давайте попробуем на запах. Запах свежести, карамельки. Очень приятное пиво. Я скажу, что по запаху оно лучше, чем некоторые варианты, именно приобретенные в пивных магазинах, там, где продают разливное пиво. Потому что здесь оно свежее. Оно приятно пахнет очень. Ну давайте попробуем. Легкая горчинка. Не сильная. Легкая горчинка. Пиво очень мягкое, очень приятное пиво. Я не могу передать словами, но мне очень нравится и цвет, и очень нравится на вкус. Это гораздо лучше, чем покупное магазинное пиво, которое светлое. Здесь более насыщенный вкус. Здесь слышен аромат хмеля. Здесь очень приятное такое послевкусие, легкой горечи и приятное такое солодовое послевкусие. Это пиво не для такого вот массового потребления. Это пиво, чтобы получить удовольствие. Я считаю, что пиво полностью удалось. Оно ничем не хуже, а то может быть и лучше того, что вы можете купить на разлив в соответствующих магазинах. Поможет вам сделать именно ваше домашнее пиво, пивоварня от компании Кваградус. Вы видели, что это все легко и просто. Просто берете ингредиенты, солод, хмель и дрожжи и получаете очень доступное домашнее пиво. Друзья, на этом все. До следующих рецептов, до следующих варок. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайк, если понравилось данное видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!